Тёплое раннее утро 22 июня 1941 года резко изменило налаженную жизнь нашей страны. В светлом прошлом остались мечты и планы тысяч советских простых граждан. История названий Гатчины крайне интересна. В 1929 году из города товарища Троцкого, когда самого Льва Давидовича высылали за пределы СССР, прииновали в Красногвардейск. Именно с этим названием город и встретил войну. Враг поступил к Красногвардейскому району в августе 1941 года и встретил ожесточенное сопротивление бойцов с нашей земли. 13 сентября гитлеровцы всё же вошли в Красногвардейск. Они обошли город с тыла. Советские войска были вынуждены отступать. 36 часов отряд из ополченцев, прикрывая отход основной армии, вёл бои на улицах города. Машина фашистских репрессий охватила весь город. В его границах действовало 4 концлагеря для военнопленных. Лагерь ДУЛАК-154, расположенный на окраине Гачины, где одновременно помещалось 4-5 тысяч человек. Лагерь на территории довоенного аэродрома, рассчитанный на 5 тысяч человек. Пересыльный лагерь ДУЛАК-5 на территории воинской части Красной казармы на 3-4 тысячи человек. Штрафной лагерь на территории довоенной граммофонной фабрики на проспекте 25 октября на 200 человек. За моей спиной находится место, где фашисты заживо сожгли 170 воинов Красной армии. Воспоминания тех, кому всё-таки удалось выжить после этой варварской и беспощадной оккупации, покажут, каково было обычным людям в эти ужасные времена. Мне никогда не забыть Гачинского концлагеря смерти, когда с четырьмя детьми было брошено туда в ноябре 1941 года. Там было уже около тысячи таких же мирных жителей, как и я. В ноябрьский день сидели мы под дождём и своим дыханием согревали детей. Люди на глазах умирали от голода, холода и нечеловеческих условий. Но ужаснее всего мы переживали одну ночь, когда напротив нашего лагеря фашисты подожгли барак с больными пленными красноармейцами. Пламя угрожало нашему лагерю. Но всё напрасно. Двери были на крепком замке, а за проволокой ходили часовые. В ту ночь несколько женщин сошли с ума. Заключённые должны были очищать аэродром, стирать, пилить и выполнять другую непосильную работу. По показаниям очевидецы, в лагере артказарм одновременно размещалось до 8 тысяч человек. Кормили их очень плохо. В большинстве они были оборваны и разуты, сильно истощены. При поступлении в концлагерь заключённых подвергали обыскам и отбирали всё наиболее ценное. Конвоиры жестоко избивали обессильных голодом людей за малейшее промедление в работе. Насколько жёстким был режим в лагерях, можно судить по отчётной справке лагерного начальства. Пересылышный лагерь 154. Содержится 11 500 человек. Умерло 7 196. Отправлено в Германию 800 человек. Завербовано в русскую роту 180 человек. Гатчина. Город-герой, жители которого совершили незабываемый подвиг, что сыграл одну из важнейших ролей в дальнейшем освобождении всего Советского Союза от немецко-фашистской оккупации. В феврале 2024 года был открыт мемориальный комплекс. В основе мемориала «Стелла», на вершине которой находится фигура матери с детьми. Особенностью этого мемориала является скульптурная композиция, основанная на истории реальных людей. Памятник был построен по проекту Творческого Союза, состоящего из скульптора Андрея Карабцова и архитектора Константина Фомина, который выиграл на международном конкурсе от военно-исторического общества. По задумке, мемориал должен быть очень проникновенным памятником, что будет напоминать нам о том, что здесь были концлагеря, где проливалась детская кровь для донорства солдатам. Очень сложная была работа в эмоциональном плане. Создателям приходилось работать со страшными кадрами страданий и лишений, изучать то, как мирных людей закрутила вихрь войны. Сама «Стелла» 40 метров высотой, окружена стенами. На них изображены люди, которых в скором времени расстреляют. Среди них дети, женщины, старики. И все они беззащитны перед врагом. За ними – образы уже погибших людей, а над ними – небо. Их образы выражают боль и скорбь над жертвами геноцидов. Россия – это наша родная земля. И мы обязаны знать, что происходило в ее истории. Мы должны чтить память о героях нашей страны и о тех, кто отдал своей невинной жизни взамен на нашу счастливую жизнь.